Ежемесячно около 5000 рублей отдают за коммунальные услуги пенсионеры Валентина Александра Ирковы. Любая субсидия весьма кстати. Узнать, как оформить компенсацию за газ, пришли в районное управление соцзащиты. Счетчик на газ поставили два года назад. Ну, в принципе, результат был положительный, потому что, ну, меньше бы расходов. Буквально месяц назад нам пристало поздравление ГОЗДРА. Поздравили с Новым годом и 2,70 добавили на газ. С начала года существенно выросли тарифы на газ для жителей, установивших приборы учета. Так, в домах, где газ используется для отопления, кубометр голубого топлива станет дороже на 46 копеек. А в квартирах с газовыми плитами за кубометр придется заплатить больше на 2 с лишним рубля. Но можно вернуть потраченная компенсация, положено каждому, кто установил счетчик до 31 декабря прошлого года. Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться в Управление соцзащиты с паспортом, справкой о составе семьи, свидетельством о собственности на квартиру, квитанцией об оплате за газ и справкой из газовой компании. У нас шесть категорий по газоснабжению, поэтому в зависимости от категории газоснабжения и в зависимости от объема потребленного газа сумма выплаты будет различной. Компенсация будет равна разнице между новыми и прошлогодними тарифами. Для тех, кто газ использует только для приготовления пищи, выблата составит порядка 30 рублей в месяц. Если же газом отапливается дом, ежемесячно можно получить около 500 рублей. Очередей за субсидиями возникнуть не должно. Мы готовы рассмотреть режим работы своих управлений. То есть где-то, может быть, нужно сделать выходной день в каком-то районе, в каком-то районе, может быть, будет необходимо, скажем, вечерние часы задержаться нашим сотрудникам. То есть мы готовы это сделать, но как только мы поймем, как лучше организовать эту работу. Компенсировать часть расходов на газ из областного бюджета пока будут только в течение полугода. Оформить выплаты можно до 31 июля. В любом случае деньги вернут за все 6 месяцев. Марина Кравцова, Константин Головин. События.